Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем желаю хорошего дня. Приближается Рождество, и наша команда делает много промо-акций в эти дни, как для проекта Magic Craft, так и для моего бренда, Джеймс Криптогуру. Также мы планируем выпустить компьютерную версию нашей игры Magic Craft, поэтому подписывайтесь на Twitter, Instagram, другие социальные сети, и будете в курсе всех новостей. Но в этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, также посмотрим на индекс доллара, который показывает его силу. Там тоже прорисовываются интересные паттерны, которые говорят о том, что американский доллар может стать сильнее. А это, в свою очередь, может повлиять и на криптовалютный рынок, да и на фондовый тоже. Ну и смотрите, что в принципе происходит вот с тех пор, в ноябре прошлого года, когда я сказал, что рынок перегрет, и пора выходить из активов. Что на самом деле произошло? Это активы стали дешевле? Или этот доллар стал сильнее? Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. В общем, обо всем этом мы сегодня и поговорим. И давайте перейдем к техническому анализу прямо сейчас. Откроем графики. Посмотрим, что в целом у нас происходит на рынке. Есть активы, которые торгуются в зеленой зоне, но рост-то не очень большой. Но начнем с биткоина. Текущая цена 16463. Вчера я давал торговую идею заходить в Лонг на биткоине. Ну, от отметки 15591 доллар. Скорее всего, так оно и произойдет. Подойдет биткоин к этой отметке. Вот посмотрите, что здесь произошло. Мы предсказывали, что биткоин пройдет выше. Так оно и случилось. Но не долетел, к сожалению, он до верхней границы треугольника. Развернулся раньше. Не было продолжения этого восходящего движения. Пошел биткоин обратно вниз. Вот здесь, возможно, формируются голова и плечи. И это как раз и говорит о том, что биткоин может пролиться еще ниже. И почему я говорю, что ожидает скок от уровня 15590? Потому что там биткоин сформирует тройное дно. И это большой шанс на то, что биткоин действительно отскочит от этого уровня и пойдет вверх. Но давайте перейдем на более крупный таймфрейм. Посмотрим на картину глобальнее. Биткоин находится внутри вот этого нисходящего треугольника. И такой паттерн обычно актив пробивает вверх. Если такое действительно произойдет, биткоин может уйти на отметку 25 тысяч долларов. Потому что можно померить расстояние, которое проходит актив в таком случае после выхода из фигуры. Таким образом, мы и получаем уровень примерно 25 тысяч долларов. Но, конечно, нужно для этого оттолкнуться к биткоину от какого-то уровня. И как раз то и может быть 15600, где биток нарисует тройное дно. Но в любом случае, торговую идею мы тут уже на графике проставили. Цена входа на 15591. Стоп-лосс мы ставим на 15312 долларов. И цик-профит ставим на 25 тысяч 460 долларов. Соотношение риск-прибыль тут получается 35.33. Риск 279 долларов и потенциальная прибыль составляет 9 тысяч 869 долларов. Я бы прямо сейчас открыл этот ордер на криптовалютной бирже Bybit. На этом аккаунте у меня 123 тысяч 970 долларов. Но, ребята, я сейчас не рекомендую держать на биржах все свои деньги. Держите только те, которые вы реально планируете использовать для трейдинга. На этом аккаунте у меня сейчас 4 биткоина, 7 миллионов токенов MCRT, 788 юнисвап, полтора эфира, какое-то количество адам и BUSD. Но сейчас давайте будем открывать сделку в лонг на биткоине. Поставим, вернее, такой ордер. И теперь ставим цену входа. 15 тысяч. Сколько у нас там цена? Давайте сверимся. Да, 15591 доллар. Давайте сделаем ордер на 1000 долларов с 10-м плечом. Ну, а у меня сейчас стоит 20-е плечо. Не знаю, может быть, так и оставить. Было бы так неплохо, но, в принципе, все должны иметь в виду, что 20-е плечо – это большой риск уже на самом деле. Это означает, что если цена пойдет против нас даже незначительно, мы можем потерять деньги, которые поставили в этом ордере. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Именно поэтому и нельзя использовать слишком высокое плечо, особенно если вы неопытный трейдер. Поэтому давайте поменяем все-таки здесь 10-е плечо, поставим вместо 20-го. Всякое может случиться. Рынок сейчас нестабильный. Поэтому ставим 10-е плечо. Подтверждаем. И теперь нужно поставить стоп-лосс и тейк-профит. Тейк-профит мы ставим на отметку 25 тысяч. Сколько там? 25 568 долларов. И теперь мы ставим стоп-лосс. Ожидаемая прибыль тут составляет 150 тысяч 700 долларов. Это было бы, конечно, хорошо. Уровень, на который мы поставили тейк-профит 25 568. И теперь нужно поставить стоп-лосс. Нужно, конечно, хорошо подумать, куда поставить стоп-лосс, чтобы не ликвидировало сделку. Если цена пойдет в обратную сторону. Ну, вот сюда может пройти биткоин. Поэтому, да, я думаю, что можно ставить на 15 312 долларов. 15 тысяч. Подождите, опять забыл, сколько там было. Давайте еще раз проверим. 15 312 долларов. Да, переносим эту цену в ордер. И что у нас получается? Риск 86 долларов. Стоп-лосс на 15 312. Потенциальная прибыль 150 тысяч долларов. Что-то тут не то, ребята. А, ешкин хрен, да, цену входа я тут неправильно проставил. 1591 доллар у меня стоит. Конечно, тут сбиваются показатели всем. 15 591 нужно прописать. Вот, теперь смотрим. Потенциальная прибыль составляет 6 399 долларов. А риск 178 долларов. Вот теперь все верно. Оцените красоту ситуации. У вас в риске всего 178 долларов. А прибыль вы можете получить 6 399 долларов. То есть риск совсем небольшой, но прибыль может получиться значительная. Но, конечно, сделка не откроется сразу. Она откроется только в том случае, если цена биткоина действительно упадет до отметки 15 591 долларов. Смотрим теперь параметры сделки. Проверяем еще раз. Цена открытия 15 591. Объем 0.634 биткоина. Десятое плечо. Цейк профит на 25 568. Стоп лосс на 15 312. И цена ликвидации 14 110 долларов. Кстати говоря, насчет плеча оно должно быть изолировано. Иначе, если вы поставите кросс плечо, то это может затронуть весь ваш торговый портфель. Так, ну что, теперь мы продолжим и посмотрим на другие активы. Перейдем на другие графики. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезная ссылка. Вы можете зарегистрироваться по этой ссылке на криптовалютной бирже Бабит и получить бонус общей сложности до 30 тысяч долларов. Бабит крутая криптовалютная биржа. Я сам торгую именно здесь. Торгуете на спотсе, на деривативах. Заходите в лонг, в шорт. Но опять же напоминаю, чтобы вы не хранили на бирже все свои деньги, а использовали только те, которые реально вам нужны для трейдинга. Как вы заметили, у меня то, что много не лежит теперь, всего около 100 тысяч долларов на бирже. Если вы смотрели мое предыдущее видео пару месяцев назад, вы знаете, что там суммы у меня были около миллиона долларов. Но сейчас я их значительно уменьшил. Ну и также не забывайте, что на бирже Бабит вы можете купить токены MCRT. Приобретайте мои курсы по криптотрейдингу. Подписывайтесь на телеграм-канал с торговыми идеями. Ну и теперь давайте посмотрим на индекс американского доллара. Да что ж такое, никак не могу его найти. Ну вот он. Открыли график. Еще раз повторяю, это индекс американского доллара. Его сила против других валют. Японская иена, канадский доллар и так далее. И вот вы можете увидеть на графике, с 2014 года рос американский доллар, в 2017 году выходил на пик, затем была относительная стабильность, и вот затем он улетел вверх. То есть до этого были средние значения между 90 и 100, и затем был вот такой всплеск на этом индексе. Вот почему, кстати, сравнялись в стоимости евро и американский доллар, потому что американский доллар стал настолько сильнее. Вот посмотрите, здесь было значение 89, и поднялись до значения 114, и затем случился разворот. На графике DXY пошел вниз, и дошли, может, до отметки 104, но можем опуститься еще ниже, потому что здесь уровень поддержки на отметке 101 примерно. Ну и если перейти на дневной таймфрейм, то вы увидите, что здесь тоже формируется нисходящий клин. Вот этот клин я имею в виду, посмотрите. Это нисходящий клин на индексе американского доллара. Внутри этого клина создается давление, и, как правило, из такой фигуры мы выходим вверх. Опять же, можем измерить расстояние, на которое пройдем. И давайте померяем, куда мы можем прийти таким образом. Померяем от вершины до основания. Да, вот смотрим, и, ну, тут на самом деле не очень большое так движение получается. Но, тем не менее, сделаем такое резюме. Доллар американский сейчас довольно сильный, и это влияет на криптовалютный рынок. Перейдем теперь на общую капитализацию рынка. Посмотрим, что там происходит. Капитализация в данный момент составляет 754 миллиарда долларов. Но на пике, в ноябре прошлого года, общая капитализация рынка криптовалют составляла около 3 триллионов долларов. Это было в ноябре прошлого года, когда как раз я и говорил, что рынок перегрет, и пора выходить из активов. Вот тогда рынок стоил 3 триллиона долларов, но сейчас сидим на отметке 754 миллиарда. Столько денег ушло с криптовалютного рынка. 76 процентов. Политика Федеральной резервной системы вывела в итоге все эти деньги с рынка. Я, кстати говоря, недавно делал опросы в своем твиттере. Я вам сейчас его покажу. Я как раз спрашивал, кто виноват. Не могу найти, что этот опрос среди множества своих картинок. У меня абсолютный бардак в телефоне, конечно. В общем, не могу показать вам этот вопрос, но там большинство как раз придерживается такого же мнения, что и я. Так, идемте дальше. И вот паттерн, о котором я сейчас говорю. Нисходящий клин, из которого актив, как правило, выходит вверх. Вот посмотрите, тут как раз этот паттерн на индексе американского доллара. И если вы сравните, то увидите, что очень похожий паттерн формируется на графике. Вот сравнивайте. Одно, второе. В общем, очень похожий. Так, ну мы были на общей капитализации рынка. Что еще мы можем посмотреть? MCRT тоже просил в эти дни. Ну, я думаю, что задаст еще жару токен MCRT. Вы помните, что было этим летом, в августе. Там он показал 1000% роста практически за один месяц. Поэтому обратите внимание на этот токен. Но давайте откроем сейчас фондовый рынок. Индекс технологичных компаний. NASDAQ. Посмотрим, что там происходит. Открыли недельку. Здесь мы тоже видим клин. Нисходящий расширяющийся клин. Вот этот паттерн, который я имею в виду, расширяется. И я полагаю, что из этого паттерна мы тоже будем выходить вверх. Так что можно будет увидеть здесь какое-то восходящее ралли. Вопрос только от какой отметки. Мы оттолкнемся. Фондовый рынок тоже находится в перепроданности. Это касается не только криптовалютного рынка. На фондовом рынке тоже можно найти перепроданные акции. Здесь мы видим 38% падения. Это абсолютное сумасшествие. Удивительно, что происходит с этой монетарной политикой, инфляцией и так далее. В общем, на этом, я думаю, на сегодня достаточно. А, нет, ребята, недостаточно. Еще одна интересная штука. Пройдемся давайте по социальным сетям. У меня увеличивается количество подписчиков. Благодарю своей комьюнити за такую активность. В общей сложности, на всех социальных платформах Джеймса Криптогуру 176 тысяч подписчиков. Даже чуть побольше. 176 тысяч 400 человек. Ну, неплохой результат. Идемте дальше. Как вы знаете, Дональд Трамп выпустил свои инфтишки. Вот это, например, сминтили за 100 долларов, а днем позже она стала стоить 50 тысяч долларов. Но, по крайней мере, продается за такую цену. И, в общем-то, в этом и заключается вся прелесть криптовалютного рынка. Что вы можете делать? Деньги даже на падающем рынке. И неважно, какие там причины этого падения, кто в этом виноват и так далее. Вы все равно можете заколачивать бабки. Покажите мне еще какой-то рынок, где из 100 долларов за один день вы можете делать 50 тысяч долларов. Куда бы вы ни инвестировали, куда бы вы ни затолкали свои деньги, хрен вы найдете такое еще место. А в крипте такое возможно. Это возможности, которые реально могут изменить вашу жизнь. Так, идемте дальше. Я тут сделал несколько твитов. Вы, кстати говоря, можете на них отреагировать, что-то покомментить. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. И еще я задаю вопрос, какое было ваше самое лучшее финансовое решение в этом году? Мое самое мудрое решение было продать все активы в ноябре прошлого года на развороте рынка, когда биткоин стоил 69 тысяч долларов. Вот здесь, прямо в твиттере, у меня в закрепе есть видос, в котором я говорил и предсказывал, ребята, пора выходить из биткоина. Я был как раз тогда на каком-то финансовом саммите и был единственным, кто говорил, что рынок уже разворачивается. Все такие сидят меня, слушают, недоумевают. Я говорю, да, ребята, пора выходить. И все такие, ну, нифига себе. Но я в итоге оказался прав. Так, ладно, идемте дальше. Есть тут также такое мнение, что 2022 год был одним из худших на финансовом рынке, начиная с 2008. Тут можно рассказывать, конечно, до бесконечности, но думаю, что пора уже завязывать с этим роликом. В общем, сделаем такое резюме. Ребята, не очкуйте, не паникуйте, все нормально. Это медвежий рынок, такое случается время от времени. Относитесь ко всему этому как к периоду скидок. Вот прикиньте, если бы вы PlayStation 5, например, могли получить со скидкой 75%, как бы вы себя чувствовали? Вы бы сказали, етить, колотить, да, конечно, я хочу купить это. И вы идете и покупаете. Но то же самое и здесь происходит. Недорогие активы на рынках, почему бы их не купить? Я сейчас покупаю Google, Facebook, покупаю Bitcoin, Cake, Uniswap, MCRT. Что еще я покупаю? TSM, тайваньская полупроводниковая компания. Ну и на этом, я думаю, достаточно. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков. Поставьте лайк. И помните, ребята, я не даю в этих видосах никаких финансовых советов. Я просто показываю то, что я делаю на рынке со своими деньгами. А вы должны проводить свои собственные исследования и принимать свои решения. Потому что это ваши деньги, и только вы несете за них ответственность. И вообще, за всю вашу жизнь именно вы несете ответственность. Всем спасибо. С вами был Джеймс Криптогуром. И увидимся завтра.